Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников, я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема. Назначение устройства АКБ. Прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать то, что, чтобы понять сегодняшнюю тему, нужно посмотреть предыдущее видео. И то, что данная тема, скажем так, коротенькая, поэтому не будем заострять на этом внимание и перейдем к основной части данного видео. АКБ. Предназначен для питания потребителей электрическим током при неработающем двигателе, а также при рабочем, когда мощность всех включенных потребителей превышает мощность вырабатываемым генератором. Основным назначением АКБ является питание стартера при пуске двигателя. Различают два вида АКБ. Щелочные и свинцово-кислотные. Также вы можете посмотреть, как называются каждая деталь. Рассмотрим свинцово-кислотные АКБ. Называют стартерными, так как во период пуска двигателя они работают почти в режиме короткого замыкания, отдавая ток большей величины, это примерно 600-800 А, при незначительном падении внутреннего напряжения. АКБ состоит из следующих элементов. Это корпус, одно или несколько крышек, блоков положительных и отрицательных пластин, сепаратор. На данном изображении вы можете увидеть, как здесь все сделано в одной монодетали и подписано в блок положительных пластин и отрицательных и сепаратор. И электролит. Корпус АКБ можно изготовить из эбонита, термопласта и других видов пластмассы. Пластины изготавливают в виде решетки из свинца. 92-94% свинца, 6-8% мышьяка, 0,1% сюрьмы. Отрицательных пластин в каждой банке на одну больше, чем положительных. Сепараторы. Предназначены для предотвращения короткого замыкания между пластинами. Блоки пластин могут изготавливаться из ми-пласта, стекловолокна и тому подобных материалов. Блоки пластин могут с собой соединяться с свинцовыми перемычками, а две крайней через крышку выводиться наружу и обозначаться знаком плюс и минус. В каждую банку заливают электролит, который готовится из серной кислоты и десетилированной воды. Пример 1,4 по 1,27 грамм на кубический сантиметр. Марки АКБ. Ну, сам, приведу самое простое, самое распространенное. Это 6ST65M, где цифра 6 – это количество банок в аккумуляторе. Буква ST – это стартерный обозначение. 65 – емкость АКБ в ампер-часах при 20-часовом цикле работы. EM – материал сепаратора. J равен 0,1 секунде величина зарядного устройства. То есть, это имеется в виду, когда вы будете заряжать свой АКБ. То есть, допустим, у вас аккумулятор, скажем так, 60 А. Просто запятую переводим на один знак вперед и получаем величину зарядного устройства тогда, когда вам нужно заряжать аккумулятор. Ну, такие моменты я, опять-таки, буду затрагивать гораздо позже. То есть, в будущем уже, когда будет практика, и там я буду акцентировать на этом внимание. Ну, на этом все. Всем спасибо. И до новых встреч.